Добрый вечер, дорогие друзья! 19 сентября, на часах в Якутске 19.15, понедельник, прямой эфир арены событий, программы для тех, кто хочет знать события в лицо. Сегодня наш гость в прямом эфире, первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия, Павел Аргунов, Павел Анатольевич. Добрый вечер, спасибо огромное, что пришли к нам. Добрый вечер. Первый день после дня голосования, но не за этим мы с вами собрались, конечно же. Тем не менее, ходили ли голосовать вчера? Да, конечно, ходил с женой. Рано утром? Да, так всегда. И это правильно. Павел Анатольевич, конечно, арена событий будет посвящать программы подведению итогов выборов в Государственную Думу. Единственное, наверное, что могу сказать, что сейчас самое главное уже не отрицание, а синтез и совместная работа дальше на благо Республики. Вот, собственно, о благе Республики. Мы с вами сейчас будем говорить совершенно профессиональные темы. Поводом для нашей встречи послужило, что у меня в руках некая жалоба, которая ко мне как к журналисту попала теми путями, о которых не надо говорить. С требованием исполнения федерального закона номер 138 по поводу подключения электричества, газоснабжения, водоотведения, постройки моста, дорог и социально значимых объектов для многодетных семей, получивших участки в квартале Северный, Панамскому тракту, 17-й километр. Давайте будем с вами разбираться во всей этой ситуации. Давайте сначала определимся, кем и когда было принято решение о выделении этих земельных участков под ИЖС в микрорайоне Северный. Обеспечение земельными участками, жильем, многодетных семей – это полномочия муниципальных образований. Соответственно, эти земельные участки были выделены городским округом города Якутск. Сперва они были выделены как поддачное садово-городническое товарищество. То есть, земельные участки, вот эти нужды, в прошлом году они были переведены под ИЖС. В прошлом году? Да, в прошлом году. Давайте теперь по сути вопроса, наверное, когда будут обеспечены все-таки необходимой инфраструктурой вот этот объект, в частности, земельные участки в квартале Северный? Хотелось бы сказать, что по всей республике таких многодетных семей, 24 тысячи семей, из них где-то 18 тысяч семей желают получить земельные участки. На сегодняшний день выделено порядка 6,5 тысяч земельных участков. Из них обеспечена инфраструктура порядка полутора тысяч. То есть, планы выделены на полторы тысячи обеспеченной инфраструктуры в масштабах республики? В масштабах республики. То есть, порядка пяти тысяч земельных участков нам предстоит обеспечить инженерной инфраструктурой, дорогами, в том числе и по микрорайону Северный. Там где-то 1300 земельных участков. Они все для многодетных семей? Да, город принял такое решение, что выделит именно для многодетных семей вот этот микрорайон. Проблема по обеспечению земельных участков стоит по всей республике. Для этого необходимо нам изыскать порядка 2,5 миллиардов рублей. Мы ежегодно выделяем необходимые средства, естественно, по мере возможности бюджета. А 2 миллиарда вы имеете в виду единовременно? Чтобы обеспечить 5 тысяч земельных участков дорогами, электричеством. Ежегодно проводим конкурсный отбор муниципальных образований. Некоторые муниципальные образования очень активно принимают части, некоторые пассивно, к сожалению, принимают части, в том числе и в городе Якутск, к сожалению. До этого года практически он не принимал, или если принимал, то представлял документы, которые не смогли пройти по конкурсам отбора. В этом году мы выделили из средств бюджета 195 миллионов рублей. Когда проводили конкурсный отбор, поступило порядка заявок на 1 миллиард 300 миллионов рублей. При выделенных 195 миллионов рублей. В том числе город Якутск подал где-то на 250 миллионов рублей, если память не изменяет заявку. Соответственно, конкурсная комиссия все это рассмотрела. И так как денег не хватает, мы распределили пропорционально. И город Якутску перепало где-то 22 миллиона рублей. Из них на микроэнн северный где-то 4,5 миллиона рублей. И город Якутск также софинансирует. А, муниципальное образование, в данном случае город Якутск, он софинансирует? Да, обязательно софинансирует. В общей сумме мы требуем минимум 5%. Но город Якутск где-то на 50 софинансирует. Это, конечно, мы приветствуем. А все равно маленько? Нет, это приветствуется, безусловно, но сумма тут, согласитесь, явно недостаточно. 9 миллионов рублей. Например, для этого микроэнн северный для электрификации требуется порядка 130 миллионов рублей. В этом году мы смогли выделить с учетом нашего бюджета и с учетом местного бюджета порядка 9 миллионов рублей. Это позволит, по нашим расчетам, обеспечить электрикой где-то 80 участков из 1300 участков. Но у нас есть поручение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева обеспечить все ранее выделенные земельные участки инженерной инфраструктурой необходимой в течение трех лет. То есть мы в течение 17, 18, 19 годов должны вот эти 5 тысяч земельного участка обеспечить. Понятно, что проблема в общем в деньгах на самом деле. Основная, да? Основная, да. В недофинансировании явном совершенно. В деньгах. И исходя из этого, мы со следующего года у нас есть поручение выделить больше средств. Намного больше, чем выделялось в предыдущие годы, в этом году. То есть в следующем году у нас намного больше средств будет выделено на обеспечение земельных. А вы можете сказать, на сколько намного? Ну, это где-то на 2-2,5 раза точно будет выделено. Увеличение будет. Увеличение будет. Кроме того, мы сейчас вносим изменения в порядок финансирования. И в первую очередь в части долевого финансирования. То есть по тем муниципальным образованиям, которые могут сами софинансировать, в том числе и город Якутск. Мы увеличиваем долю софинансирования с 5 до 30%, например. Это правильно. Даже больше. Это правильно, чем больше муниципальное образование софинансирует, вкладывается само. Наверное, туда и надо направлять основные средства. И, кроме этого, мы вносим изменения в порядок в части привлечения средств энергоснабжающих организаций. Ну, то есть не все полностью за счет бюджета, но и за счет энергоснабжающих организаций, чтобы за счет средств, привлекать средства Якутс Энерго. Что получилось в настоящий момент? Деньги были выделены, насколько я понимаю. Да. Наверняка они дошли до ответственных лиц, которые должны этими деньгами распоряжаться. Да, мы видим линии. И просто вся засада в том, что этих денег мало. И поэтому 80 участков, как вы сказали, из 1300. Понятно, что 1220 семей, владельцев других участков, они могут быть недоволенными. Вот, например, 80 участков, это я просто пропорционально посчитал. А так, конечно, эти 8-9 миллионов рублей пойдут на подготовку к электроснабжению всего этого квартала. То есть, подведение высоковольтной электролинии, строительство необходимых подстанций на начало строительства. И, естественно, этих средств не хватит даже на подготовку. Да, да, да. И более масштабное финансирование пойдет со следующего года. Давайте так. Вы упомянули, что за три года вы должны, собственно говоря, я своим языком скажу, решить эту проблему, решить этот вопрос. То есть, отфинансировать полностью, в полном объеме. Да. И со следующего года начинается уже двукратное увеличение, а дальше больше, наверное, да? Да. Хорошо. Уже годное увеличено. Скажите, пожалуйста, Павел Анатольевич, вы упомянули в нашем разговоре до эфира, что будете выделять еще участки дополнительные, помимо этих 5 тысяч, которые, да? Да. Я вот, как говорил, 18 тысяч многодетных семей изъявили желание получить земельные участки. Из них получили только 6,5 пока что. То есть, ну, порядка более 11 тысяч еще нам предстоит выделить. Я к чему спрашиваю, а сколько времени проходит между сроком выделения участка и подведением инфраструктуры туда? Ну, везде по-разному. Везде по-разному. Вот я уже говорил, что некоторые муниципальные образования очень активно участвуют в реализации нашей программы. Там, где активно идет работа, там период ожидания, естественно, меньше, намного меньше, чем в тех муниципальных образованиях, которые или не участвуют, или сами пытаются решить. Ну, все-таки, сколько это? Три года, я не знаю, пять лет ждать людям? Ну, порядка, да. Двух-трех лет. Два-три года все-таки, да? За эти два-три года? В среднем. В среднем. Финансирование полностью доходит, соответственно, добавляется какое-то финансирование от муниципального образования, да? Понятно. Какой объем вообще ввода жилья там, да? Ну, давайте по указанному кварталу, по кварталу. Ну, в самом микрорайоне Северной порядка 10 тысяч квадратных метров планируется, в случае, если мы подведем инженерную инфраструктуру и люди построятся. Понятно. Давайте для того, чтобы... Я вас просто попрошу, это моя просьба личная к вам, Павел Анатольевич. Давайте что-то скажем нашим зрителям от имени исполнительной власти, да? То есть, министерство держит это на контроле, насколько я понимаю. Вот давайте как-то обратимся к зрителям и что-то надо сказать. Что дальше будет происходить? Министерство даст какую-то бумагу там, да? Что-то еще будет происходить? Ну, мы будем работать в соответствии с нашими уже принятыми нормативно-правильными актами. Выделенные средства, опять же, будут по конкурсному... На условиях конкурса распределяться среди муниципальных образований. Это требование законодательства. И те выделенные средства мы будем контролировать его целевой и эффективной использованием средств. То есть, что касается обеспечения всех кварталов ранее выделенных, то мы в соответствии с поручением этот вопрос должны решить в течение трех лет. Павел Анатольевич, спасибо вам большое за встречу. Время пролетело незаметно, но за это время, согласитесь, мы с вами успели, наверное, все-таки проговорить об этой теме с разных сторон. Всего вам доброго. Это была «Арена событий». Это была «Арена событий».